новый видеокурс это ценное пособие собравшие всю необходимую информацию для пошива женского жакета в нем подробно и наглядно показан каждый этап работы изготовления всех технологических узлов приобретайте наш курс моделирование и пошив женского жакета от а до я добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня снова возвращаемся к наш раз чудесной курточки шанель на синтепоне я что хочу сказать я думала что мы показали воротник и на этом наши видео курточки кончились и потом уже покажем готовую курточку но нам же как начали писать пожалуйста пожалуйста покажите нам все до конца все до конца мы будем уже как бы довольны а то мы в конце что-то сделаем не так и как бы там не справимся ну и вот мы решили на этом уроке сделать рукава заготовить рукава правильно втачать но мы один рукав конечно сейчас будем заготавливать втачивать на следующем видео мы закончим низ покажем как его сделать с такой розовой обтачкой и я думаю что нужно еще будет пришить кнопочки с перестрочки таки сделаем по лицу параллельные и в каждую перестрочку с изнанки будем пришивать кнопочки на лице чтобы было за что захватывать как бы тоже это надо показать потому что мы немножко нужны знания как это делать я хочу сказать что поступило несколько там и возник спор что мы вот так вот шанель пришиваем к синтепона он будет лезть если бы мы вздумали вот так вот пуховик распотрошить и сюда пух засунуть она бы конечно лезла синтепон никогда не будет есть я знаю еще во времена моей там на заре перестройки шили все эти ситцевые одеяла и дополняли синтепоном потом все эти одеяла продавались на рынках и я знаю мои знакомые шили никогда ничего не лезла никогда ничего синтепон ниже не не через какую ткань не вылезает ну если уж совсем редкая но я не знаю что здесь должно быть чтобы она вылезала вылезать она точно абсолютно здесь никогда не будет нам написали что нужно сделать синтепон потом какую-то подложку потом шанель ну кто так считает пусть делает и мы категорически нет еще поступило сообщение о том что нам говорят что ну смысл был в том что она двухсторонняя но нам не нужна двухсторонняя и нам написали еще что хорошо было бы такую водоотталкивающую ткань внутрь чтобы там ее можно было вывернуть и на сторону фуксии одевать но я категорически против чтоб у оли к телу было водоотталкивающая ткань я ее спросила она просто сильно удивилась и говорит нет 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 и костуча не для за подкладочку мы за подкладочку поэтому сейчас внимание начинаем работать кто считает нужным делать иначе делает иначе кто считает нужным повторять за нами повторяйте за нами добавляйте что-то свое я за делитесь опытом друг с другом или с нами мы тоже за сейчас наташа у нас заготовлены рукава заготовлена обтачка розовая 10 сантиметров и пока у нас подклад точно повторяет форму рукава сейчас наташа начнет работать я вам буду рассказывать из чего будет состоять наша работа обязательно в течение этого видео мы доведем один рукав до готовности и соединим его с курткой и еще хочу несколько слов сказать о воротнике то схема построения воротника очень легкая очень простая я надеюсь что очень многие усвоив эту этот чертеж которым дала как построить воротник в круглую в круглый вырез я думаю что это не только относится курткам на синтепоне это к пальто к полу пальто к плащам к платьям с воротниками куда угодно абсолютно куда угодно вы будете делать вот такие воротнички самым таким простым методом начинаем работать смотрите перед нами подкладка которая в точности повторяет рукав прикладываем нашу обтачку и наносим отметки да а теперь мы откладываем 3 сантиметра 2 сантиметра на шов и 1 сантиметр на свободу то есть мы обтачка у нас 10 10 сантиметров а срезаем мы семь еще раз повторяю обтачка у нас шириной 10 сантиметров но мы отрезаем 7 2 сантиметра на шов у нас остается лишних и один сантиметр на свободу сейчас один рукав приступаем заготавливать обтачка у нас уже проклеена покажи продублирована стачиваем обтачку и рукав подкладки подкладку рукава скалываем помним что у рукавов нет передней задней части он просто одинаковый что с полочки что со спинки очень удобно такого удобного кроя у нас еще не было притачиваем садимся за швейную машинку и притачиваем обтачку к подкладке рукава ширина шва 1 сантиметр слегка отутюжим отутюжить шов соединения подкладки с обтачкой идем на швейную машинку перед вами рукав и подкладка соединяем лицом к лицу теперь у нас подкладка на 1 сантиметр немножко больше чем сам рукав это немножко так на свободу стачиваем подкладку с рукавом по низу рукава отверни пока что у нас подкладка соединяем лицом к лицу покажи как получилось из шва нужно срезать лишний синтепон вот и все вот и все вот и все вот и все сшиваем внутренний шов рукава и подкладки посмотрите как наташа срезать вот эти уголочки покажи как срезать уголочки вот от этих мелочей зависит качество шитья и качество нашего будущего изделия я любую вещь возьму в руки сразу знаю наши шили или не наши шили я хочу чтоб все шили как наши мы не стали растрачивать обтачку с шанелью чтоб он потом не выворачивался туда или сюда просто мы немножко ее выметаем от утюжим и покажем дальше что делать все должно совпасть начало обтачки должны также совпасть стачиваем рукав внутренний шов у нас лапки для синтепона нет но она нам и не нужна я думаю что следующий наш синтепон очень очень не скоро будет если только наши ученики не упросят нас что-нибудь еще пошить синтепоном поэтому наташа видите немножко придерживает распарывателем перед лапкой синтепон и и Продолжение следует... 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 Спасибо. Сейчас отправляемся на утюг. Немножко отутюжим край рукава и начинаем вшивать рукав в куртку. Еще раз напоминаю утюгом сильно не давить, а то синтепон умертвим. Идем вшивать рукав в куртку. Смотрим на нашу куртку. Смотрите, центр рукава вершину соединяем с плечевым швом. Следующее движение туда залезаем под подкладку. Работаем пока только с рукавом и курткой. Продолжение следует... У нас идеально входит рукав в пройму благодаря нашему первому чертежу. И сейчас начнем строчить. Обратите внимание, Наташа не вметывает ничего. Просто вот так вот по булавочкам сейчас начнет шить. Следить, конечно, надо, чтобы захватить все как нужно. По кругу аккуратненько встрачиваем рукав. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выворачиваем, проверяем. Срезаем лишний синтепон хотя бы из шва рукава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Легкая утюжка. Легкая утюжка. Продолжение следует... Продолжение следует... И соединяем с плечевым швом. Рука пошла под низ. Складываем лицом к лицу эту точку и выворачиваем. Ставим первую булавочку. Вершина рукава подкладки и плечевой шов. Боковой шов соединяем с внутренним швом рукава. Вторая булавочка. И по кругу вот так немножечко сколоть булавочками. Немножко сколола, Наташа начинает шить. Покажи, какие мы приготовили тряпочки. Два таких кусочка подкладки. Любого. Два сантиметра на четыре, неважно. Их будем вшивать. Один к плечевому шву, один к внутреннему. Для того, чтобы потом этим кусочком подкладки закрепить к самой куртке эти места. Обыкновенно шьем со стороны рукава, как мы обычно шьем рукав. Встрачиваем. Но вот эти кусочки подкладки со стороны рукава вставить в шов. Лучше всего не шить по кругу. Прошить одну сторону, подойти с другой стороны и прошить другую сторону. По кругу это будет сложно. Покажи, как выглядит тряпочкой. Вот она вшита в рукав, в шов. А теперь подходите с другой стороны, с другой стороны шейте. Не надо стараться шить по кругу, вы будете мучиться. Еще такой кусочек нам нужен для того, чтобы потом соединить боковой шов с боковым швом. Район бокового шва. Район бокового шва. Еще раз повторяю, не пытайтесь шить по кругу, это будет сложно. Еще раз. Еще раз. Продолжение следует... Рукав встрочен, очень легкая утюжка. Слегка отутюжили рукав. Показываем, что получилось. Сейчас нужно вот этими кусочками нашей подкладки пришить к основной куртке. Оставить там сантиметра два вот так вот на свободу. Идем, пристрачиваем. Под средством наших вот этих кусочков подкладочки прикрепляем к самой куртке подкладку. И точно так же с другой стороны. Это для того, чтобы подкладка в праймах не гуляла туда-сюда. Чтобы она все-таки была скреплена с основным изделием. Давайте выворачиваем. Смотрим, что получилось. Как это выглядит с изнанки. Подкладка в двух местах прикреплена к самой куртке. Поэтому она никогда не будет там бродить в прайме туда-сюда. Показывали вам, как сшить рукав, как заготовить, как соединить с курткой, как укрепить подкладку. Наша работа окончена. Полностью закончили всю работу с рукавами. Следуйте по нашим урокам. У вас будет все получаться. Делитесь нашими видео. Подписывайтесь на наш канал. На этом мы и прощаемся с вами. Всего хорошего. С вами были мы, Павла Штарина Михайловна, Наташа и вся наша команда.